Здравствуйте, мои дорогие! Я всех приветствую на своих каналах. Продолжаем работать с текстами пророчий. Сегодня это будут вновь книги Маковейские. Я сочетаю цитаты из второй Маковейской книги. И информация будет о том, как один из людей, живших в Иерусалиме, попытался ограбить сокровищницу Иерусалимского храма. Ну, другими словами это не назовешь – ограбить. Некий Симеон из колена Вениаминова поссорился с первосвященником по поводу того, что якобы в горке не соблюдается закон. И в сокровищницах Иерусалимского храма находится слишком много всевозможных сокровищ, которые можно частично изъять. И он попытался это сделать. И вот что произошло. А дальше я вам зачитаю цитаты об очень интересных знамениях, которые, в принципе, я не находила ни в одной из книг пророчеств. Я вам говорила, что в Маковейских книгах очень много достаточно любопытной информации. Итак, вторая Маковейская, третья глава. «Когда в Святом Граде жили, еще в полном мире и тщательно соблюдались законы по благочестию и отвращению от зла первосвященника Оонии, бывалые сами цари чтили это место и прославляли святилище отличными дарами. Но некто Симон из колена Вениаминова, поставленный попечителем храма, вошел в спор с первосвященником о нарушении законов в городе. И как он не мог превозмочь Оонии, то пошел к Аполлонию, сыну Фросея, который в то время был военачальником, и объявил ему, что Иерусалимская сокровищница наполнена несметными богатствами. Равно как несчетное множество денег скоплено и нет в них нужды для приношения жертв. Но все это может быть обращено во власть царя. Аполлоний же, военачальник, увидевшись с царем, объявил ему обозначенную в богатствах, и он, назначив Илеодора, поставленного над государственными делами, послал его и дал приказ вывести упомянутые сокровища. Илеодор тотчас же отправился в путь под предлогом обозрения городов Келли-Сирии и Финикии. А на самом деле он поехал исполнить волю царя. Быв же в Иерусалим и быв дружелюбно принят первосвященником города, он сообщил ему о сделанном указании и объявил, зачем пришел. Притом спрашивал, действительно все это так. Хотя первосвященник показал, что это есть вверенное на сохранение имущества вдов и сирот, и частью Геркана, сына Тови и мужа весьма знаменитого, а не так, как клеветал нечестивый Симон, и что всего 400 талантов серебра и 200 золота, обижать же положившихся на святость места, но уважение и неприкосновенность храма, чтимого во всей вселенной, никак не следует. Но Илеодор, имея царский приказ, решительно говорил, что это должно быть взято в царское казнохранилище. Назначив день, он вошел, чтобы сделать осмотр этого, и произошло немалое волнение во всем городе. Священники в священных одеждах, подвергшись преджертвенникам, взывали на небо, чтобы тот, который дал закон о вверяемом святилище имуществе, в целостности сохранил его в веревшем. Они умоляли вседержителя Бога в веренное сохранить в целостности в веревшем. А Илеодор исполнял предположенное. Когда же он с вооруженными людьми вошел уже в сокровищницу, Господь отцов и владыков всякой власти явил великое знамение. Все, дерзнувшие войти с ним, быв поражены страхом силы Божьей, пришли в изнеможение и ужас. Ибо явился им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом. Быстро несясь, он поразил Илеодора передними копытами, а сидевший на нем, казалось, имел золотое всеоружие. Явились ему еще и другие два юноши, цветущие силою, прекрасные видом, благолепно одетые, которые, став с той и другой стороны, непрерывно бичевали его, налагая ему многие раны. Когда он внезапно упал на землю и объят был великою тьмою, тогда подняли его и положили на носилки. Того, который с большой свитой и телохранителями только что вошел в означенную сокровищницу, вынесли как беспомощного, ясно познав всемогущество Божие. Божественной силой он подвергнут был безгласым и лишенным всякой надежды и спасения. Они же благословляли Господа, прославившего свое жилище и храм. Вот что произошло с Илеодором, и так спасена сокровищница храма. Итак, что они увидели? Ибо явился им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом. Быстро несясь, он поразил Илеодора передними копытами, а сидевший на нем, казалось, имел золотое всеоружие. Явились ему еще и другие два юноши, с прекрасным видом, благолепно одетые, которые, став с той и другой стороны, непрерывно бичевали его, налагая ему многие раны. Вот так являл свои чудеса Господь Бог Вседержитель в Иерусалимском храме. Если бы у нас происходило нечто подобное, я думаю, что порядка бы было намного больше. Всего вам доброго, до следующей встречи. Ждем коней в наших храмах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok